ПАК 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 И снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест И сегодня есть хорошая новость Канал все-таки набрал 500 тысяч, даже уже больше просмотров Всем огромное спасибо Идем на миллион И думаю до февраля мы его наберем Ну конечно не до начала февраля, до 23-го я думаю наберем И сегодня мы будем делать машинку Да, сегодня мы прихватим стоечку Попробуем поправить крышу Ну это чуть дальше, для нетерпеливых Вот здесь будет начало темы Как бы небольшие обзоры сейчас у нас идут в начале Потому что конкурс продолжается Конкурс открывается 1-го числа И как бы я все время поправляю Как и что будет То есть видео там уже 18 собралось, наверное Так что папочку я открою Они будут все доступны в папочке Конкурс номер 1 Там 18 видео Будете потихонечку это все смотреть Голосование будет продолжаться 10 дней То есть 10-го числа мы все это перенесем на сайт И 5 дней еще поголосуем на сайте И потом после результатов отправим пистолет непосредственно победителю Так что подписывайтесь на канал Регистрируйтесь на сайте Скоро будут разыгрываться более ценные призы Следующим призом будет машинка Риоби шлифовальная И дальше уже будет больше Так что Дядя Олежа как бы не все еще Своё оборудование выставил Как бы есть дома плазменный телевизор Я так подумал Там смотреть то и нехрен Понимаете Я все время на работе Жена вышивает Нахер он нам нужен Я его по-черодически не смотрю Так что есть вариант поиграть еще Машина Ты что машина Гарашут под боком 10 минут ходьбы Сейчас морозы Заводи ее утром Грей Я быстрее пешком набежу Так что призом еще море Играем товарищ Квартиру то я конечно оставлю Вопросов нет Ну и Так начали как бы мы весело Анекдот с утра Дядя Олежа Короче наркомана Отправляют На реабилитацию Решили устроить его на работу Ну подлечили все Куда его пристроить Тормоз вообще конкретный Не знаю куда пристроить Ну и пристроили его короче в зоопарк Говорят ну куда же мы его тут пристроим Не знаю Ну хотя бы в вольер с черепахами Пусть там для отчетности стоит Ну поставили его Говорят вот Охраняя черепашек короче Да если что там их покормишь Говорят ладно Он прямо приходит Нету черепах Говорят блин А где черепахи то Говорят не поверите Вчера зашел их покормить Только вольер открыл Они как ломанулись все Такое ли Ну и тема дня Ну что мы имеем Мы имеем куски Стойки Которые нам не нужны Не знаю Сейчас еще дядя Олежа подумает Низ обрезать или нет Но скорее всего надо Корень все таки крепче Стойки Чем вот этот верх Под корень будем обрезать Ну не под сам корень Срубили нашу елочку Под самый крышок Да И Короче Отпилим здесь все Вымерим там Вот наша стоечка Короче Эта запчасть была тоже неудачной Он весь помятый порог Так А кстати Там у меня вон перед То есть целый Тут зада не было Короче А зад как бы там И стойка была у нас Сильно подбита И Пришлось нам Другой порог все таки брать Потому что этот Элемент нам был важен Стойка тут была Отпилена под крышу Вроде как Сейчас буду мерить Посмотрим Ну и тут вот под низ Вот эта запчастька Неплохая Но она не на ту сторону Там можно было бы Там поменять Придется тянуть Сейчас Дядя Олежа Включит Свой мозговой Центр Все что в нем имеется Как это можно Замутить И обляпать Все это дело Да Да Это полный пипец Неужели это бедро Можно сделать Тут немножко упустили Рамочка кривая Пришлось нам Уравнять Как бы она была Выгнута сюда Заломана И вот этот край Опущен То есть для того Чтобы вымерить Как она должна Да Для того Чтобы промерить Понимаете Мы одеваем Рамка у нас не пляшет Она и не доходит Но мы закрепили Рамку выгнали То есть подогнали К машине Да Ну вот тут вот У нас был Большой зазор Значит Вот эта часть У нас Опущена То есть сначала Мы подумали На стойку Но Сразу промерили На той стороне Как здесь Померить Вот это Насколько у нас Все ушло Да Вот здесь Вот корень рамки Корень самой рамки Не подвери мерим По рамке Мерим всегда На неподвижной части Мы взяли То есть Чтобы вот эту точку Нам узнать точно Прикрыли Да Пометили Карандашом В каком месте У нас больше всего Пробег Открываем Мерим вот это расстояние Тоже от корня И до этой точки Что мы померили Да Здесь у нас получилось 42 сантиметра Теперь мы узнали Эту точку На той двери Также выгоняем Эту точку И теперь нам нужно узнать Корень рамки У нас целый Да От корня рамки Насколько же Эта точка ушла Мы померили На той стороне У нас Сантиметр в минусе То есть У нас рамка Была опущена Мы ее с помощью Резинового молотка Аккуратненько Подняли Чтобы у нас Вот этот размер Был одинаковый Ну и смотрим Смотрим Рамочка у нас Встала Единственное что Чуть-чуть Вот тут вот Резиночка Отходит Резиночка Просто Подушатана И Вот здесь Еще нам надо Чуть-чуть Поправить Сейчас мы Это все Сделаем Все Вот здесь Вот так Все Шевелится Все Вот здесь Сила Подходит Она и древняя Затем Так Стой Все Все Сделаем Наживая Это Тебя не Я думаю Что-то Тебя не Что такое Постанавливай Продолжение следует... Ну вот, как бы сейчас всё пляшет. Чем хорошо все четвёртые кузовы? Рамочка здесь очень хорошо регулируется. Ну, как бы вот мы её поставили на место, рамочку, да, убедились, что дверка у нас будет стоять за бёзд. То есть вот это место у нас не опущено. Там немножко заднюю часть немножко подвыграла, поэтому обман зрения такой, что она опущена. Значит, крыша у нас всё-таки всё стоит ровно, это место. Ну и есть ещё вот, как бы, большая ошибка, да, у людей. Вот у нас сейчас рамку мы надели, у нас рамка была где-то на 10 сантиметров, не доходила до крыши. Хотя по болтам совпадало, да? Сразу какой вопрос может встать, вот если человек новичок... Ну, новичку, наверное, не стоит пытаться такие машины делать, лучше там попроще что-нибудь. Сразу какая мысль? Что-то с крышей не то, что-то стойку не так приварили, да? Ну, до этого же мы стойки мерили, и всё у нас сходилось, всё хорошо, запёс. Значит, не подходит та часть, которую одеваете. Тем более, эта часть с аварийной машины была, с момента аварии. То есть, стоечку вытащили со старой двери, а дверь там вся свинчена была. Двери открывались вот так вниз на ней. Не как вверх, знаете, бывает, а вниз вот так, сразу на землю падали. Значит, рамочка повреждённая. И, как я объяснил, меряем, промеряем рамочку. Ну, сначала выгнули её на место поставили, чтобы прилеганий было больше. Потом смотрим диагонали рамки. Диагонали рамки у нас не сошлись, и в углу была трещина, пролазил большой палец. Значит, что? Значит, рамочку повело. Промеряем, выбиваем, ровняем. Всё, померили переднюю дверку. Смотрим заднюю дверку. Если задняя дверка сходится, всё, можно вытаскивать стоечку. И выгонять размеры, и приваривать стоечку. Снимать очень много при кузовных работах, это устаёшь. Не знаю, может, есть какие-то попроще способы. Но я всё примеряю после каждой операции. Всё собираешь и снова разбираешь. Несмотря что у тебя размеры, миллиметр в миллиметр. Даже там есть допуски, но мы делаем как миллиметр в миллиметр. И несмотря на это, разбираешь и собираешь после каждой операции. Так что вы можете на пару болтов там прикрутить, но собрать нужно. И разобрать нужно. Чтобы у вас потом, когда вы всё обварите, сюрпризов не было. И в момент сварки, если где-то вы варите сплошным швом, тоже металл остыл, померили. Потому что может где-то потянуть. Потом это будет хуже исправить. Лучше сразу, как бы, на первых этапах это всё исправлять. Ну, здесь, как мы видим, рамочка не пострадала. Более-менее ровная. Итак, рамочки у нас подходят. Да? То есть, всё мы выставили. Регулировки тут бешеные. Можно отрегулировать. Но основные, как бы, геометрические параметры у нас есть. То есть, заранее мы знаем, что у нас всё тут промерены, проёмы. То есть, размеры у нас правильные. Значит, мы двери подгоняем под правильный размер. Правильно? Ну, и дальнейшее наше действие. Снимаем. Ну, переднюю дверь можно оставить, она не завязана. А заднюю дверку мы снимаем. Промеряем стойку. То есть, то, что у нас есть. Всегда меряется, да? То, что мы имеем. Это стойка, которая на улице валяется. И... То место промеряем, куда мы её будем ставить. И обрезаем. Так, вот мы срезали стойку. Как бы верхний конец уже у нас вымерен. По нижнему расскажу. Вот, что мы имеем, да? Чтобы нам отрезать на той стороне, там мы пошло выгоняли. А здесь меряем. Вот отсюда рулеткой до этого конца. Сколько у нас? И с этого конца до этого конца. После чего меряем такое же расстояние здесь. То есть, отсюда досюда. Вот вы видите, уже прочерчено, да? И отсюда досюда. То есть, чтобы вот эта часть у нас была одинаковая. Потому что, как бы, у нас всё в размерах стоит. Так? Ну и выпиливаем её аккуратненько. Там у нас есть маяк, как бы, мы пошло пилили. А здесь всё вот обрисовали, как нам нужно её спилить. Ну и самое важное в работе кузовщика, это очень важная вещь, это перекур. То есть, вы должны присесть, покурить, подумать, всё хорошо, не торопясь так. Всё, отхреначил, и всё. Как бы, и варианты, что вот мы вымеряем всё это, да? Бывает такой косяк, что, ну, где-то угол ты поменял в болгарке, где-то ещё что-то. Получается зазор. То есть, у нас будет зазор. Покажу, как его исправить. Как бы, я тоже, тоже себя не считаю таким супер-мастером, да? Как бы, делаем вот таким способом. Вообще, по уму. Тут надо бочину менять. Но таких запчастей сейчас вряд ли найдёшь. То есть, её, когда уже всё выставишь, можно было бы аккуратненько всё высверлить, приложить. То есть, стойку сделать уже без шва. Она была бы цельной запчасти. Но таких запчастей мы не имеем, так что делаем так. У многих вот пишут вопрос. А не развалится ли такая машина потом на дороге, да, бояться? Нет, не развалится. Как бы, делали это уже не один раз, не один десяток. И, как бы, я вот практикую то, что вот как порог я приварил, да? Конечно, если в стык приварить, это, может быть, всё развалится. Я отрезал на машине чуть-чуть с запасом, на запчасти чуть-чуть с запасом. И сделал нахлёст. Тем самым, у нас появилось дополнительное ребро жёсткости. То есть, здесь уже можете не переживать, потому что она развалится. Единственное, да, минус, любая сварка, любая сварка, это даже не послабление металла, да, полуавтоматом его так не расслабишь. Это коррозия, которая идёт потом. Ну, как обработать шов, я там писал и, по-моему, на форуме отвечал, и, по-моему, в статьях отвечал на канале у себя, да? Вернее, в сайте самом отвечал, тоже на канале отвечал. Часто задают вопрос, как правильно обработать. Ну, в принципе, это там всё просто. Ну, и тоже, как бы, обработка вам не даёт полной гарантии, что машина у вас ещё 10 лет проходит, как заводская. Ну, 3-5 лет. Ну, я говорю именно про Белоруссию. Здесь у нас очень климатический, такая климатическая обстановка не очень хорошая. Постоянно сыро, как в Лондоне, блин. И солью, конечно, много сыпят. То есть, а это для машины не есть гуд. Хоть ты обрабатываешь, всё равно оно где-то попадает. Ну, если следить за машиной, да, в дальнейшем, после таких ремонтов, смазывать, посматривать, как ведёт себя шов, это вовремя убирать очаги, то машина будет ходить ещё долго. Ну, вот мы прихватили стоечку. Как видите, на 3 точечки мы её только взяли. Толя и здесь, смотри. Чисто прихватили. Сейчас повесим дверку и посмотрим, подходит у нас или нет. Да, дядя Толя? Да, да, да. Молодец. Возьми пирожок с полки. Будешь себя вот так же хорошо вести, молодцом, дядя Толя. Паспорт я тебе верну. Ха-ха, ты, блядь. Кстати, кто нонсенс не видел, дядя Толя у нас российский гастрабартер в Белоруссии. По приглашению батьки. Да. Кстати, дядя Олег-то тоже россиянин. Горбачимся на Белоруссии. Да, никто не ценит. Ну, вот как бы заднюю дверку мы тоже нацепили. Тоже подрегулировать. Здесь вроде так всё пляшет. Зазорчик одинаковый. Здесь тоже всё легло. Значит, стоечка у нас на месте. Мало того, что она ещё и вот здесь, вот здесь она ещё встала вообще по заводским креплениям. То есть здесь следы от шайб. Оно всё стало по заводскому. Здесь мы почти попали. То есть обвариваем здесь. Здесь можно чуть прихватить, но обварим мы снаружи всё это дело. Ну и сегодня как бы суббота. Работать сильно неохота. Дела дома есть. Так что на сегодня мы, наверное, закончим. А в понедельник, тут сейчас конкурс откроется, вам будет что смотреть. А в понедельник мы начнём... Здесь мы пока не обвариваем, пока мы всё не сделаем трапецию. А в понедельник начнём крышу делать. Вот у нас на крыше эта вмятинка, которую нам надо будет сделать, да? Будем пробовать её выравнивать. Ну и если что, ещё, может быть, хватит времени на понедельник, то займёмся вытягиванием стакана. Сделали мы вот такой прибамбас для стойки, чтобы немножко стакан выдавить. На этой стороне покажу. Вот одевается он, знаете. Прикрутится. И будем подтягивать. Что-то дядя Вася, блин, не там просверлил эту дырку. Ничего, это мы подправим, как бы сделаем. И будем вытягивать таким вот макаром. Так что работы именно по этой машине масса. Делать неохота, но надо, да? Работы масса. Как бы я сделаю отдельная папочка по ней будет. Аудиосток, узовщина. И буду выкладывать туда периодически. Мы будем то убирать, то ставить её, ремонт долгий. То есть, кушать хочется. Может быть, и другие машины будем брать, эту отставлять, да? Будет отдельная папочка по ней, чтобы не искать. Ну, а на сегодня всё. И на пассажок анекдот. Ну, немножко такой анекдот. Афроамериканец ловит такси, да? Ловит, бац, останавливается такси. Говорит, братишка. Брат, говорит, подкинь до аэропорта. Да носорек тебе, брат. Сто баксов даю, брат. Ха, садись, братишка. Вот такой анекдот. Ну, и на сегодня всё. До новых видео. Ждите. Конкурс открывается первым вечером. Будет что посмотреть. Ну, и всем добра и бабла. Правильно. Всем здоровья. Успехов вам, вашим детям, вашей семье. Всем, кто вас окружает.